и друзья и так перке вот 4 глава 11 мишна рабе или за бен яков говорит тот кто исполняет одну заповедь приобретает одного защитника а тот кто совершает одно прегрешение приобретает одного обвинителя раскаяние добрые дела подобны счету против бедствий и так не нужно недооценивать не одну из исполняемых тобой заповеди все они очень важны и даже если ты уже совершил немало дурных поступков тоже не теряй надежды всегда есть возможность раскаяния каждое исполненное митва приводит к появлению ангела защитника есть два вида ангелов первый появляется благодаря совершаемым делам поэтому свойства которыми он обладает отражают свойства поступка если заповеди исполнено не от всей души то ангел получится слабым ущербным кроме того существует другой ангел защитник на него не влияет способ исполнения тот кто исполняет заповедь даже если он делает это наихудшим способом приобретает такого ангела защитника это поясняет ребе что значит совершает прегрешение в отличие от добрых дел благодаря которым приобретается защитник человек не не приобретает обвинителя если прегрешение совершено неумышленно раскаяние добрые дела неподобны счету каждая заповедь включает два элемента сам поступок и намерение заповедь совершенное без подобающего намерения подобно алмазу покрытому грязью алмаз не сверкает хотя и действительно существует поэтому и сказано раскаяние добрые дела при помощи раскаяния человеческие поступки становятся добрыми и наполняется светом поясняет также любая скирами так вот мы говорим про щит да щит против бедствий поэтому недостаточно исполнять заповеди не имея надлежащего намерения что приводит к появлению первого защитника нужно раскаяться исправить свои поступки и то есть даже свои добрые дела и убедиться в том что они были совершены во имя небес также поясняют раби лиз леза бен яков да сказал сказал это высказанный в этой мишне и он был учеником раби акивы раби йоханан продолжается мишма я и раби йоханан га сандлар сапожник говорит всякое собрание если оно во имя небес будет в конце концов устоит и всякое собрание не во имя небес в конце концов не устоит и так раби йоханан га сандлар его называли из его профессии сапожником он был сапожником и другие утверждают что его прозвище ансадлар происходит от названия египетского города александрия в котором он родился так вот он отправился однажды вместе с раби и лезером бен шамуа в нацивин что вавилоне чтобы учиться у великого мадреца раби йогуда бен бантера однако добравшись до седона они так сильно истолковались по земле израиля что стали стенать разорвали свою одежду и провозгласили жизнь земле израиля равноценно исполнение всех заповедей торы и вернулись домой двенадцатая мишна раби и лебез элезар элеза бен шамуа говорит да будет честь твоего ученика дорога тебе также как твоя собственная и честь твоего товарища будет подобно благоволению перед твоим учителем и благоволение перед учителем как трепет перед небесами раби лебезер лебезер бен шамуа очень интересная история во втором веке новой эры правительство императора адриана пыталась уничтожить еврейскую веру они сказали что каждого раввина который получит смеху получит раввинское удостоверение он будет убит и он будет казнен а город в котором произошло это будет разрушен так вот раби югуда бен бава это был великий учитель он пошел и сел средь двух гор стоящую между большими городами чтобы ни один город не был таким образом под опасностью и не пострадал и он дал смеху то есть раввинское удостоверение пятью или даже шестью сказано старейшинам раби мейру раби и гуди раби шимону величайшие я мудрецы из толмуда раби йосы раби или азару бен шамуа которым сейчас говорится и раби них ими когда он дал это он сказал своим ученикам бегите чтобы вас не поймали бегите они говорят что с тобой будет учитель он говорит мне не важно чтобы со мной главное чтобы знание тора сохранились чтобы вы остались бегите на самом деле его римляне поймали и казнили а эти его ученики остались и когда сказано про раби лезер бен шамуа он давал уроки торы то к нему собирались очень много людей такая была толчая что не было практически места вокруг него раб сказал про него что раби или азар бен шамуа был самым удачливым из мудрецов однажды еще была про него история что однажды он после кораблекрушения увидел одного голого римляна который пострадал и никто не хотел вам помочь тогда он дал ему часть своей одежды он привела домой накормил его дал ему денег и отправил прошло время и этот человек стал одним из правителей египта и он издал очень жестокий указ против евреев тогда еврейская община попросила раби лезера отправиться на переговоры к нему и когда он предстал перед этим правителем то тот сразу же узнал его и отменил эти еврейские указы против еврейские и анти еврейские указы и щедро наградил его также ним говорили что он был очень особенный человек он никогда не пустословил не ссорился с друзьями ни на словах ни на деле был очень скромным человеком доволен своей судьбой он прожил 105 лет и он сказал также что за что он удостоился такого долголетия его спросили он сказал что он ни разу не срезал дорогу через синагогу то есть никогда не пытался пройти в какое-то место чтобы сократить путь через синагогу и не попирал праведников так вот в этой мишне отношение человека с другими людьми разделены на три группы отношения с ниже стоящими равными состоящими и выше а также предлагаются варианты поведения соответствующие каждой из этих категорий тринадцатая мишна праве и гуда говорит будь осторожен в учении потому что не за невольную ошибку выполнение митвот из-за недостаточно усердного учения наказывают как за умышленную арабе шимон говорит есть три венца венец торы и венец священства и венец царства однако венец доброго имени выше всех и так что имеется ввиду чтобы быть осторожен в учении чтобы не было невольной ошибки есть несколько вариантов допустим галахические да что насчет галахии чтобы ты не ошибся и ничего не нарушил потому что это приводит к правильному исполнению заповедей есть рассуждение и здесь имеется ввиду что имеется ввиду изучение талмуда потому что тут надо соблюдать особую осторожность потому что талмудические мысли они учениками трактуются и и что логическое объяснение чтобы здесь не было невольной ошибки говорит рэбэ эту мишну на это мишна говорится ты мне раби иуда бар и лай кто же это он был учеником великого раби илезера бен гуркенуса и передал наставление учителя своему сыну внешне есть около 600 законов которые установлены от имени как раз него раби иуды во всех случаях когда раби иуда его расходилось мнение с раби мера или раби шимона да тоже великими праведниками мудрецами талмуда галаха определяется в соответствии с точки зрения раби иуды он был выдающимся праведником сказано и где бы не встретилось выражение в кавычках случалось с одним праведником то она относится либо к раби иуде бен бабе либо к раби иуде бар и лай о которой мы сейчас говорим несмотря на свое высокое положение в обществе он был особенным человеком он например считал что он не считал что это ниже его достоинства если на свадьбе танцевать перед невестой женихом и он охотно это делал следующая мишна про три венца торы венец священство венец царства и венец торы есть три венца сказано это было про результат имени раби шимона раби шимон имеется ввиду раби шимон бар юхай великий рожби который на горе мирон его святое место захоронения так вот что имеется ввиду три венца имеется ввиду чтобы мы оказывали почет тем у кого есть хотя бы вот эти три венца это мудрецу изучающему торе к и ну да священнику который служит или царю арон брат мошера бейну удостоился венца священства давид царь давид царского венца и венец торы достанется любому кто пожелает увенчаться и сказал рамба то есть можно стараться учить тору и удостоиться этого венца в конце говорится о венце доброго имени что корона доброго имени по своей природе связано с действиями которые человек совершает помогая другим людям то есть с поступками приносящими доброе имя любопедческие рэбэ поясняют так мы же читаем сейчас 13 мишну да он говорит так что 12 это число определяющее и отождествляющее с природными ограничениями 12 месяцев есть до 12 знаков зодиака и тому подобное число 13 заключает в себе нечто выходящее за границы естественного способность применять противоречия поэтому полностью отрекшись от собственного я можно проникнуть в немыслимый мир числа 13 и не случайно это мишна стоит 13 по порядку в этой главе и в заключении да вот мы еще раз говорим о венце доброго имени что но выше всех то есть когда человек увенчан знанием торы венцом торы когда все его существо исполнено любви к богу то есть это венец священства когда он посвящает себя служению всевышнему и каждую минуту он ждет прихода машеиха это царский венец то он как прямое следствие обретает венец доброго имени это по сути четвертая корона как поясняет любви кереме